В Сибири появился новый вид клещей. Насекомых обнаружили в Новосибирске и Томске. Исследования пока не закончились, но уже известно, что гибридный клещ опаснее обычного. Как в Омске готовятся к нашествию паукообразных, чем опасен клещ-мутант и почему прививка защищает от энцефалита не полностью, расскажет Юлия Боброва. Эти клещи похожи на таежных, самых распространенных в Сибири, но только внешне, говорит лаборант Наталья Ливанова. Это опасный гибрид насекомого, проще говоря, мутант. Его обнаружили недавно в Новосибирске. Скорее всего, произошло скрещивание двух видов паукообразного. Новый клещ еще не изучен, но эксперты говорят, уже известно, что он намного опаснее своих сородичей. Они живут, как показывают наши работы, там, где не может выжить таежный клещ, но и, собственно, мы редко встречаем эксодосполоски. То есть у них своя совершенно среда обитания. Гибридный клещ живуч и хорошо себя чувствует как в лесу, так и в городе. А значит, вырастет и риск заражения горожан боррелиозом и энцефалитом. От этого заболевания два года назад едва не погиб житель Кемерово Виктор Ковальчук. Энцефалитный клещ укусил его во время отдыха на Алтае. Сразу поехал в больницу, его сняли с меня. И он, в общем, оказался энцефалитный. Вот, то есть страховка моя и прививка мне, ну, можно сказать, спасли жизнь, потому что непонятно, что бы вообще было со мной. Полежал несколько дней в больнице, меня там наблюдали, температуру трясло, но все обошлось. Но даже теперь мужчина регулярно проходит дополнительные обследования. Последствия от укуса могут проявиться и спустя несколько лет, даже если человек был привит. Вакцина, она защищает, но она не предотвращается от заболеваний. То есть человек может латентно переболеть, либо может быть без осложнений. Но мы не говорим о том, что вакцина, это панацея, она спасает от вообще заболеваний вирусом клещевого вирусного энцефалита. Человек должен сам быть бдителен. Омские специалисты уже закупают вакцину. Опасные насекомые обычно просыпаются в мае, но иногда и в апреле. В городах ранние клещи появляются на склонах или вблизи теплотрасс, как только высыхает земля. Это все ответ клеща на микростациональные условия, на микростационные условия, где он зимовал. Прогрело, активировался. Рядом в пяти метрах они баеньки, снегом засыпаны или сыро, они спят. А сумасшедшие клещи, кто раньше, часть популяции всегда является, образно говоря, торопыгами. Впрочем, пока погода не устоялась, вероятность поймать клеща невелика. Но первая появится уже через пару недель после таяния снега. Специалисты напоминают, клещи нападают с травинок, кустов и земли. Поэтому опасных мест лучше избегать. Юлия Боброва, Артак Мурадян, Артем Шершнев, Денис Кузнецов, Татьяна Салимова. Новости. Здесь Омск.